Физкультура и спорт стали для тысяч славянцев любимым занятием в свободное время. Здоровый образ жизни позволяет чувствовать себя прекрасно и добиваться всех намеченных целей. Конечно, помогает делу и отличная материально-техническая база спорта. На стадионе хутора Бараниковского протокского сельского поселения в 2023 году было полностью перестроено и оборудовано пристадионное здание. И спортивная жизнь там просто кипит. На беговых дорожках стадиона часто можно увидеть любителей скандинавской ходьбы. Это один из лучших видов физической активности, что укрепляет иммунитет, улучшает физическую форму, поднимает настроение. У нас стадион в Бараниковском очень хороший. Недавно отремонтировали. Есть хорошие тренажерные залы. Занимаются гимнастикой девочки. Ходят по стадиону, бегают по стадиону. Люди старшего поколения занимаются у нас в хуторе скандинавской ходьбой. Нас здесь много. Нам это нравится. Мы чувствуем себя хорошо после данной ходьбы. И мы с удовольствием занимаемся на свежем воздухе. Энергию, бодрость, духа и здоровье приобретают поклонники аэро-йоги, которые занимаются в специальном зале под руководством опытного инструктора Татьяны Бажан. Акробатические трюки в воздухе доступны тем, кто ищет возможность отойти от обыденных дел и получить сильный толчок в развитии внутреннего потенциала. Аэро-йогой лично я занимаюсь уже более семи лет. И это меня вдохновило. И у меня появилась когда-то такая мечта, что вот живя здесь, в Бараниковском, я все семь лет ездила заниматься в город. И мне очень хотелось, чтобы у женщин нашего хутора была такая возможность уделить время своему здоровью, красоте своего тела. И спасибо губернаторской программе, спасибо главе администрации Дмитрию Евгению Викторовичу, директору спортивной школы Тимошенко Игорю Владимировичу за то, что они откликнулись на этот призыв, за то, что нашлись средства, нашлись возможности открыть в нашем хуторе такой уникальный, красивый комплекс, где наши женщины, не только женщины, но и дети могут прийти, разрядиться, зарядиться положительными эмоциями, получить какой-то заряд здоровья. В основе аэро-йоги лежит взаимодействие с гамаком. Благодаря силам гравитации работает главный принцип йоги в воздухе – вытяжение через расслабление. Всем участникам занятий очень нравится этот вид спорта. И в тренажерном зале активно занимаются местные ребята. Здесь созданы все условия, чтобы тренировки проходили в спокойной атмосфере и комфортных условиях. Работа с отягощениями является базой для создания красивого и сильного тела, и это привлекает желающих. Действительно, оборудование позволяет совершенствовать свое тело в разных плоскостях, как удобно, как интересно. Все пробуют себя в пауэрлифтинге. Всем интересно вытянуть как можно больше вес, проверить свои силы. И для этого они, кстати, уходят. Также, повторюсь, используют разные техники. Все совершенствуются. Начинать надо с малого, с простого, как и машина с первой скорости едет. Более опытные спортсмены помогают новичкам осваивать тренажеры и упражнения с отягощениями. Самое главное в занятиях – осторожность и постепенность. Зал маленький, и базы хватает абсолютно всем. Сюда приходят ребята, которые только начинают заниматься, и им этого больше, чем нужно. Мы с ребятами укрепляем наше тело и делаем его сильнее. И я всем ребятам объясняю, показываю. Я никому не разрешаю брать большие веса. Сначала мы укрепляем связки, потом мы чуть-чуть повышаем веса, и так дальше, дальше, дальше. Но все постепенно. Конечно, для занятий на более высоком уровне спортсменам понадобятся дополнительные, более совершенные тренажеры. Оснащение спортзала будет идти и дальше. А в целом прекрасно видно, что появление современной спортивной базы активизировало барониковских физкультурников и спортсменов. И это, конечно, всех радует. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Программа «События».